Под контролем Росгвардии. 176 объектов образования приняты под вневедомственную охрану за последние полгода. Теперь в этом списке абсолютно все детские сады и школы Самары, а также некоторые вузы, учреждения среднего, профессионального и дополнительного образования. Что это изменит для учащихся и охранников? О технологиях безопасности расскажет Анна Ивахина. Документы, у вас нет документов. Неизвестный злоумышленник пытается попасть в школу. Охранник замечает у него оружие и оказывает сопротивление. Конечно, эта ситуация смоделирована, но тем, кто находится на передовой безопасности детей, нужно быть готовыми ко всему. Согласно инструкции, сотрудник должен немедленно сообщить о случившемся в управлении вневедомственной охраны. Сотрудники группы задержания незамедлительно направляются на объект, в ходе подъезда к объекту уточняют уязвимые места, пути отхода и осуществляют задержание. То есть кратчайшим путем наряд выезжает ближайший, который находится на территории. Уже сейчас под вневедомственной охраной находятся все школы и все детские сады Самары, а еще 20 учреждений среднего профобразования, 20 вузов и почти 60 других объектов. Регулярно сотрудники Росгвардии проводят тактико-специальные занятия, где отрабатывают действия в случае ЧП. Параллельно Центр лицензионно-разрешительной работы проверяет частные охранные организации, которые работают в школах. Они должны соблюдать ряд требований, например, иметь служебные автомобили, средства связи с дежурными частями, а их сотрудники пройти обучение и иметь соответствующие документы. Однако не все у нас частные охранные организации соблюдают данные требования. По результатам проведенных 44 проверок в отношении 49 частных охранников, а также их руководителей составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении трех охранных организаций направлены исковые заявления судебной инстанции для аннулирования либо приостановки деятельности данных охранных организаций. Самое распространенное нарушение – это отсутствие подготовки охранников. Также не все организации проверяют своих сотрудников на профпригодность, а делать это необходимо раз в год. Анна Ивахина, Виктор Соколов, Новости губернии.